Качество развития стран во многом зависит от уровня жизни общества и внедрения технологий. На сегодняшний день на международном уровне выработаны общие стандарты, позволяющие произвести оценку каждой страны согласно имеющимся подходам. Одним из таких подходов выступает оценка реализации целей устойчивого развития, разработанная ООН. В ее состав входит 17 главных целей и связаны с ним 169 задач и 242 индикатора, призванных решить самые острые проблемы человечества. Самая первая рекомендация – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Деньги в бюджете у нас есть и они расходуются не совсем по назначению, поскольку у нас большая часть тратится на эти квази-государственные компании, эффективность наших расходов очень низкая. Поэтому на самом деле просто более точное, более четкое исполнение бюджета, оно бы позволило поднять вот эти... Ну, я даже не говорю о том, чтобы поднять просто вот эти... АСП. АСП или какие-то социальные выплаты. Я говорю о том, чтобы на самом деле сделать даже бизнес более эффективным, и чтобы бизнес даже не кошмарили. Цели универсальны и могут применяться к любым странам и организациям. Они охватывают борьбу с бедностью и неравноправием, устойчивое развитие и экономический рост, включая создание новых рабочих мест. Эти рекомендации предусматривают гораздо большее вовлечение частного сектора экономики. Это философия ООН. 17 целей, 169 задач и 297 индикаторов. Одномоментно это все решаться невозможно, то есть это сложно. Поэтому очень важный аспект – это правильно приоритизировать, что мы решаем в первую очередь, что мы решаем во вторую очередь, и что в более отдаленном. Но на самом деле это принимает решение не Кабмина, а депутаты. И можно таким образом судить о работе депутатов, которые, получается, они не прислушиваются к тому, что требует народ. Это со всех сторон. Народ жалуется, что не хватает денег, проблемы бедности. Мы даже видим, что они тратят в основном на продукты питания. Министерство уже готово, оно все рассчитало. То есть это единственное, это фактически называется политическая воля. Официальная статистика упорно занижает уровень бедности в Казахстане. Эксперты отмечают неадекватность потребительской корзины, на основе которой и высчитывается прожиточный минимум. По мнению экспертов, величина прожиточного минимума в Казахстане занижена практически в три раза. Согласно стандартам ООН, к проживающим за порогом бедности нужно относить тех людей, которые тратят до 5 долларов в день. Одним из основных факторов бедности является безработица. Именно с безработицей и борется Кабмин Казахстана. Боржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Продолжение следует... Продолжение следует...